вот я кредит 49 возьми ну спокойно косяк мы нашли косяк фрикшен контрол девайс то есть гаджет гаджет направленный на контролирование фрикции прости господи скажу иногда сама себя радует привет мои дорогие зрители фанаты японских автомобилей мои братья по разуму потому что ну наверняка все знают что я не то чтобы ненавижу вак но просто японские автомобили я люблю больше нежели европейские по одной простой причине они надежнее у них есть свои плюсы свои минусы но невозможно спорить тем что глобально правда после срока окончания гарантии японские машины получше и понадежнее чем европейские так вот сейчас обновился lexus rx и сегодня буду рассказывать про новую машину они как я обычно это делаю про поддержанную почему я решила сделать это вы так в этот раз да потому что ну как я не знаю начать правда или собрать во-первых меня отвезли на ибицу компания lexus отвезла меня на ибицу поэтому я обязана вам снять этот фитом включение дали не заводится чувак ты будешь заводиться или нет обалдеть да ладно так опростоволосится это же гибрид господи как я человек который ездит на тесле могла так просто опростоволосится на самом деле это флагман продаж это просто флагман продаж поэтому если говорить о лексусе и замечать какие-то обновления лексуса то то как можно не заметить вообще обновление rx в интерьере появились радующие изменения вот этот дисплей он стал чуть чуть поближе к водителю и он стал сенсорным сенсорный дисплей это удобно знаете почему это не зло потому как мне кажется потому что я ненавидела джойстик который здесь был вместо него появился вот этот тачскрин джойстика у нас нет аллилуйя аллилуйя как же ненавидела этот джойстик вы знаете я не знаю кто изобрел вроде у японцы умные люди к каким говно был этот джойстик это просто кошмар японцы делают вещи короче говоря вместо него тачпад который в принципе уже говно но ну меньше потому что все говорят о том что тачпадом реально намного удобнее пользоваться нежели вот тем джойстиком в который вот реально никто попасть ни во что не мог вот это вот джойстик все называли подарок паркинсонщик деревяшечка вот это вот она стала рифленой во-первых это другая деревяшечка не та которая была раньше моей бабушке был сервант вот он был приблизительно такой и это не значит что это деревяшечка плохая сервант-то был раритетный дорогой вот появилась еще знаете что вот такая вот щель я сначала думаю но это только я могла так подумать конечно же это под мобильный телефон на мой взгляд основные обновления они все-таки касаются подвески ездовых характеристик этой машины в наши я покаталась уже и действительно я почувствовала разницу но честно вам скажу я не считаю что эти изменения прям значительный о просвет еще значит а еще ребят вот рядом я поставила второй rx и это как раз та машина которая которая была перед это это все дорестайлинговая но ее у нас к сожалению нет не в модификации f-спорт то есть получается глобально я вам просто покажу оптику даже бампера у f-спорт и бампера у обычной машины этом не дали гибридную они и так были разные новый rx появится уже в октябре причем сейчас уже принимаются заказы на вот эту обновленную машину и ребят я просто обалдела сколько сейчас стоит предыдущий рейкс какие на него просто огромнейшие скидки а где все новые машины причем обязательно только от дилеров конечно же на сайте авто spot точку ру перейдите посмотрите вы не пожалеете сейчас на предыдущие rx и просто удивительнейшие предложения вы просто ходите на авто spot выбираете нужную модель модификацию цвет если что-то непонятно вам перезвонит сотрудник все поможет также на сайте авто spot появился сейчас раздел блок пройдите туда там кучу полезной автомобильной информации ссылка всегда оставлю в описании вообще как нам сказали представители производителя которые присутствуют здесь все изменения во внешности нацелены на то чтобы машина оказалась более широкой такой знаете более распластанный и более прижатый более стремительный хотя с учетом того какие какие были фары изначально и вообще в принципе каким злым зверьком смотрелся этот автомобиль не знаю куда уж более стремительный ну ладно в оптике ушли от каких-либо вертикальных элементов видите противотуманки против старых противотуманок они стали горизонтальными и получается что вытянутыми в бок далее сами фары видите они немножко изменились внешне их форма изменилась у них нет больше вот этого видите как бы острого угла они здесь просто ровненькие фары не только изменились внешне была усовершенствована система дальнего света она усложнилась но и теперь она стала как бы более эффективно например распознавание пешеходов здесь можно говорить о цифрах если ранее в темное время суток система распознавания пешеходов позволяла увидеть пешехода водителю где-то на 32 метрах судя по тем тестам которые проводил лексус то сейчас эта зона увеличилась до 56 метров это есть простым русским языком свет стал лучше сама решетка соты иные вот они какие сейчас и вот какие они были раньше такое веретено воздухозаборники видите тоже поменялась форма вот какими они раньше были здесь и в принципе по передней части это вообще все изменения также небольшие изменения есть и сзади я вам буду их показывать и сильные громко кричать потому что я конечно люблю вот эти вот красивые фонтанчики мы не можем отсюда отъехать а он мне очень сильно портит звук вот смотрите вот новая задняя оптика и я в ней отражаюсь и отражаясь в темной машине а вот старая задняя оптика старая помимо оптики поменялась так немного форма заднего бампера ну то есть видите снова уходят от вертикальных линий все переходит горизонтальные линии для того чтобы машина визуально казалось пошире внизу защита бампера стала от колеса до колеса вот видите вон какая она тут было вот а вот она здесь стала пошире от колеса до колеса видите здесь на фарах такие острые прям углы а здесь они чуть более зализаны и лишним доказательством того что бренд очень стремится вот в этот чудесный клуб автомобилей где водители получают удовольствие от вождения так вот лишнее доказательство этого то что именно у версии f-спорт топовой появилось больше изменений нежели у всех остальных версий к примеру адаптивная подвеска avs которая у лексуса было и раньше имела ранее 30 режимов адаптации сейчас 650 то есть ее вообще принципиально поменяли также добавилась система актив конорин ассист то есть по-нашински это ассистент раздачи угла этой системы ранее не было это электронный помощник по большому счету это конечно вот красиво называется но на самом деле это просто усовершенствование в системе стабилизации она нужна в первую очередь опять же ребята для активной и приятной рулежки для того чтобы вот в этих вот динамичных поворотах машина меньше валилась а знаете почему я сейчас не делаю динамичные повороты ну потому что вот и боковую камеру в данный момент который сейчас снимает вперед держит представитель компании lexus то есть всех отпустили одних а меня нет между передним и задним лонжеронами добавлены дополнительные демпферы то есть это некий упругий элемент направленный на то чтобы кузов менее валился в тех же поворотах при резком рулении если демпферы между лонжеронами появились только у версии f-sport то абсолютно у всех rx обновились амортизаторы внутри амортизатора появился резиновый элемент для того чтобы гасить колебания он называется по-английски friction control девайс то есть гаджет гаджет направленный на контролирование фрикции прости господи и вот появились новые диски колесные насколько вам нравится этот дизайн вообще диски я считаю что многие говорят что диски это не знаю там 50 процентов внешнего вида автомобиля я пожалуй с этим соглашусь под двигателем все вот абсолютно как было так и осталось самый продаваемый тот же мотор который был раньше четырехцилиндровый turbo 238 лошадиных сил здесь у нас не он потому что нам дали гибрид вот на него я поменяюсь возможно чуть позже после обеда и покажу вам это силовой агрегат на самом деле просто возьму покататься и расскажу вам как едет та машина здесь гибрид который у нас бывает только в топовой комплектации который вместе и бензиновый двигатель и электромотор составляет 313 лошадиных сил по мощности и далее есть еще 299 лошадиных сил двигатель который в мире развивает 305 лошадей а у нас он тоже долго был 305 а потом просто для удешевления стоимости lexus удалось его ужать 299 причем это пожалуй единственная компания которая не чисто формально ужимает а реально посредством программного обеспечения они снижают эту мощность формально это практически не чувствуется но в реальности машину получается продавать немного подешевле так что ребят по моторам ничего не поменялось ничего нового зато говорят что она стала ехать по кругу вообще обожаю гибрид конечно просто обожаю гибрид как жаль что эти машины не только lexus а в принципе гибридные автомобили в нашей стране стоит так дорого потому что ты едешь вот у тебя тихий ход все прекрасно при этом динамика великолепная машина мощная ну то есть одни плюсы одни плюсы электромобиль это еще такая знаете по крайней мере для нашей страны тема такого далекого будущего что даже мы пока и представить себе это не можем а вот гибриды это на мой взгляд вообще то что надо но и здесь к вопросу про то насколько они надежны давайте отвечу на самый частый вопрос который мне задают про поддержанный rx многие люди интересуются гибридом причем именно поддерживаем потому что гибрид новые стоит просто как чугунный мост так вот интересуются в основном что там за мотор что там за коробка там v6 3 5 200 262 лошадиные силы все остальное электромотор так вот что касается вариатора на гибриде так вы там нет ребят вы о чем волнуетесь там обычный редуктор он очень надежный очень простой поэтому что касается коробки у гибридных автомобилей типа очень мощная большая нагрузка на вариатор это все байки потому что вариатора в этой машине нет rx это не очень большой автомобиль и он бывает семиместным если помните я как-то на второй канал снимала тест-драйв семиместного lexus rx у нас здесь сейчас семиместных версий к сожалению не представлено но у них есть некоторое обновление вот если кто-то для себя рассматривал помните я показывала что сидение задние на них полноценно тяжело ехать долго и они не двигались вообще на со своего места так вот сейчас у них появились электро и регулировки причем их можно на 10 сантиметров сдвигать вперед и назад ну а вот багажник как видите он вообще ничем не поменялся я все-таки нашла здесь семиместный rx новый и хочу вам показать что здесь нового с сиденьями как они складываются вот сейчас задний ряд у нас стоит в таком положении видите он двигается по салазкам это мы подготовились к съемке мне одно это не показать поэтому николай всем привет так показывай до третий ряд сидений теперь у нас имеет возможность двигаться вперед и назад тем самым мы можем либо увеличить багажник либо увеличить место для ног пассажиров третьего ряда сидений на 10 сантиметров я соответственно чтобы подвинуть сидение и задать позицию до чтобы было либо багажник больше либо места для пассажиров нужно заранее запрограммировать какую мы хотим выбрать конфигурацию мы нажимаем на кнопку складывания этих сидений ждем ее долго и слышим звук вот если пикает один раз значит это больше багажник меньше места для пассажира соответственно сидение разложится вот до этой зоны левое мы можем увеличить например пространство она пикнуло два раза соответственно это сиденье разложится до вот этой зоны определенный пресет теперь мы раскладываем сиденья и смотрим какая разница получается вот соответственно для багажника вот эта разница задается да мы можем хоть правый хоть левое сидение конфигурировать отдельно точно такие же кнопки и точно такие же кнопки на втором ряду сидений специально чтобы пассажир заранее когда он туда залезает мог создать себе пространство для ног или наоборот увеличить багажник короче вот так это выглядит вот здесь николай попробуй-ка сюда залезть вы же говорите что в лекции на третьем ряду удобно ну покажи ко мне конечно в россии этот автомобиль больше продается за счет того что у него большой багажник то есть эти места скорее больше детские да и мы конечно же обычно двигаем вперед передние сиденья здесь места по ногам действительно мало но надо признать что когда мы смогли сдвинуть его на 10 сантиметров а тебе стало хотя бы приемлемо но тогда вот здесь вот вот видите сколько места короче глобально этот автомобиль но с возможностью когда вам прям прижучила посадить сюда детвором так и есть спасибо а сейчас просто хочу вам показать как эти машины выглядят в разных цветах причем здесь разные модификации вот это тоже гибрид на котором я сейчас поеду на идентичном автомобиле ну как что скажете вообще новая внешность вот эти обновленные фары в первую очередь они вам заходят больше нравится или нет а вот эта модификация в спорт вот как выглядит модификация в спорт в новом исполнении но что касается базовых элементов то есть раз по горизонтального расположения например той же тех же противотуманок это и у спорта и у гибрида и у обычной машины вот которая нас в основном продаются я кстати была не права сейчас узнала информацию не более 30 а более 40 44 процента автомобилей у нас продаются в модификации получается с двухлитровым бензиновым турбомотором какой цвет вам больше всего нравится ну вот сзади вы знаете я не воспринимаю изменения как какие-то значимые хотя я понимаю да что задние фонари они выглядят сейчас по-другому теперь но я я не воспринимаю изменения как значимые зато мне впереди действительно стало побольше нравится машина потому что вот те ломанные фары которые были раньше впереди они на мой взгляд были перебором вообще видите производитель стремится к тому чтобы улучшать управляемость я же lexus люблю как раз таки будут за эту совокупность вот я сейчас еду на новой машине кайфую чего она достаточно комфортная во первых ну и во вторых она достаточно динамичная но сейчас у меня гибрид это вообще песня я уже говорила но она и в базовой комплектации то есть вот этот rx 300 он тоже очень неплох то есть это прекрасная совокупность комфорта то есть для меня европейские машины в основном жестковаты а rx это комфорт плавность хода есть динамика и я уверена в надежности реклама пошла да нет ребят мне не платили в этот раз просто просто правда я беру rx я кайфую мне нравится на нем есть не верите просто сами возьмите в салон и покатайтесь